Начальные классы 20-й школы с нового учебного года перешли в другое здание. Сегодня дети учатся в бывшей областной школе-интернате. Как проходят занятия и какие условия созданы? Насколько это повлияло на успеваемость и что думают родители по данному поводу? Мои коллеги нашли ответы на эти и другие вопросы. Как известно, накануне нового учебного года некоторые родители выступали против перевода своих детей в здание областной школы-интерната. Тогда они жаловались на отсутствие должной инфраструктуры. Конечно, в конце августа у родителей много возникало вопросов. Первый вопрос это то, что нет тротуара, нет дороги, нет светофора, нет остановки. Конечно, это по вопросам безопасности детей. В течение двух недель все эти вопросы до 1 сентября были решены. Как вы сами видите, на сегодняшний день и тротуар, и дорога, и освещение, и остановка, и все знаки, которые положены возле организации образования для безопасности детей, они все установлены. В настоящее время 41 начальный класс обучается в две смены в бывшей санаторной школе. В прежнем здании 20-й школы из-за слишком большого контингента занятия с 1 по 4 класс проводились до 8 часов вечера. Но теперь они заканчиваются в 17.30. Дети уходят домой засветло. Родители также оценили удобство и комфорт просторного корпуса. Здесь, во-первых, просторно, потому что все-таки большие дети, как бы с маленькими, они же, вот эта толпочка, вот это все, они же этот, а это отдельно дети, как бы просторно, сами как бы учителя встретили, пришли. И вот так нет такого-то, что толпы, я имею в виду и больших, и маленьких, между это, они же все равно, так нормально, да. Все, что нужно было, все это предоставили. В здании большая столовая на 100 мест, два спортивных и актовый зал. Раньше уроки физкультуры для учащихся 1-4 классов проходили в коридорах старого здания школы. Вместе с детьми новым условием рады и 67 педагогов. Учители отмечают, что работоспособность и успеваемость улучшилась. Сейчас прям все замечательно, хорошо. Они, во-первых, и выспавшиеся, и здоровые. Тут у нас, видите, широкие коридоры, у нас своя столовая. В то же время мы ходим, попитаемся. У нас два зала, где нам не мешают взрослые ребята, да. Тут одни сами находимся. И, естественно, все это отразилось на качестве обучения. Почему? Потому что они приходят с выученными уроками. И повышается уже, естественно, успеваемость и знания. Сегодня некоторые помещения областной санаторной школы-интерната пустуют. В пятиэтажном корпусе было больше 100 комнат для проживания. Руководство школы намерено открыть здесь дополнительные классы и кружки. Учащиеся 5-11 классов, а это 1200 детей, по-прежнему обучаются в здании 20-й школы. Нулевку разместили в пристройке. Таким образом удалось ликвидировать трехсменное обучение. Нужно отметить, что из-за большого количества школьников им приходится учиться 6 дней в неделю. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтенбек Капделов, телеканал Акжаик.